Братья и сестры, с Рождеством Христовым! Христос пришел в мир, и с тех пор мир не одинок, и с тех пор мир больше не подножие ада, не преддверие ада, а это предбанник Царства Божьего, это такая, значит, преддверие рая небесного. И земля – это подножие ног Божьих, а небо – престол его. И Христос, сошедший с небес на землю без нужды, по любви, то есть его любовь заставилась идти с небес на землю, не вынужденно, а добровольно пришел Господь, отец послал, сын согласился, «Сей иду в главизне книжной, писанной есть о мне, иду исполнить волю Твою Божию». В псалмах написано, и он пришел в мир и стал человеком. И ангелы Божии говорят пастухам, мы возвещаем вам великую радость, которая будет всем людям. «Ныне родился вам в Граде Вифлееме Христос Господь, и вот вам знамение, найдете младенца повитого, лежащего в яслих». Мы возвещаем вам великую радость, которая будет всем людям. Надо проверять свое сердце в сегодняшний день, есть ли там радость о Христе родившемся. Если есть радость о Христе родившемся в Вифлееме, Граде, в городе великого царя, это град Давидов, то вы в духе, в слове, и Слово Божие пребывает в вас. Если радости нет, значит, вы омрачены какими-то страстями запинателя, то есть враг как-то так запял, остановил вашу душу на пути вверх, и вы одержимы там или печальми житейскими, или заботами о завтрашнем дне, или ссорами, обидами, или неисполненными желаниями омрачены, то есть или какие-то другие злые страсти мучат вашу душу, и страсти не дают радоваться. Христианство возвещает нам радость. Радость заключается в попрании грехов и в истреблении страстей, когда чистое воспринимает чистое, чистая душа воспринимает чистого Бога. Праздники должны нести с собой радость. И вообще-то в праздники подается человеку большая благодать. Праздник – это, сейчас что-то умное скажу, не обижайтесь, но и потом объясню, что сказал. Праздники – это события онтологические, а не исторические. То есть онтос – это бытие сущее, то есть то, что есть. История – это то, что было. То есть можно, например, читать переписку Наполеона с Жозефиной. Это никак не влияет на мою сегодняшнюю жизнь. Ну, разве что развлекает меня или обогащает мою фантазию. Можно хорошо узнать, например, о жизни рабов Древней Греции. Это никак меня, в принципе, сейчас не греет и не питает. Это как-то развлекает мой ум и дает мне какую-то информацию, не более того. Это потому, что это исторические вещи. А онтологические вещи – то, что касается меня сегодня и меня в вечности. Вот Пасха Господня, воскресение Христово – это онтологическое, а не историческое событие. Оно сегодня меня питает. Я им сегодня живу. Если я согрешу, то я говорю, Христос воскресе из мертвых, смертью смерть по праву сущим в огробе к живот даровав. Я знаю, что я мертвый, но Христос воскрес, и я надеюсь на то, что Он меня воскресит из грехов моих и из смерти моих. И Рождество – это такое же онтологическое, а не историческое событие. Он родился однажды, где-то, когда-то, в далеком Вифлееме, под землей. Не на земле, а под землей. Сошел на землю, а родился под землей, в пещере, где загоняли скот от ветра или осадков небесных пастухи. Там овцы, валы, ослы, привычно стучали копытами в этих пещерах. Там под землей родился Господь. Это когда-то, где-то. Но поскольку это событие онтологическое, оно повторяется в душах и в жизнях каждого человека. И Господь благоволит в пещере темной наших сердец рождаться заново. То есть Он приходит к нам и вселяется в нас, как мы Духу Святому говорим. «Приди и вселись вны, и очистни от всяких скверных». Так вот, праздники – это такие точки на ленте нашего бытия, на пути, такие остановки, если хотите. Священные станы, как у евреев было при путешествии в пустыне. Станов было много, 42, кажется. Значит, вот эти станы, остановки, на которых нам подается обильная благодать. Для очищения грехов, для просветления ума, для дарования радости и бодрости, для желания жить дальше, для укрепления надежды. Это все дается нам в праздники. Поэтому нужно в праздники воспринимать доемое, то есть впитывать изливаемое, уносить с собой подаренное. Вам дастся в праздник Рождества великая благодать, спасительная, радость всем людям. «Родился нам в городе Вифлееме Христос Господь, и в темной пещере моей души Господь Иисус тоже должен возлежать, как младенец в яслих, повитый, спеленутый, достойные поклонения». То есть нужно носить в себе Христа и, по идее, быть христоносцем и богоносцем. Это задача человека. Зачем человека Бог создал? Чтобы человек был жилищем Господа, чтобы он был живым домом для живого Бога, чтобы он был подобием евхаристической чаши, чтобы он был исполнен святынем, чтобы человек носил в себе Господа, был богоносец. Так что Рождество Святое – это не сентиментальное воспоминание о событиях древней давности. Это сегодняшний день и сегодняшний Господь, который сегодня и вчера и вовеки тот же, Иисус Христос, в послании к евреям пишется, чтобы он, Господь Иисус, обновил свою благодать в душах наших, и мы почувствовали, что да, аминь, Христос родился на земле. Христос пришел, исполнив пророчество о себе. Христос исполнил волю Отца Своего даровать нам славу и жизнь, и мир, и благословение. Он пришел. Он наконец-таки пришел. Это должны знать и простые, и мудрые. Простые, как пастухи, и мудрые, как волхвы. Молодые, как пастухи, юные работники там, и старые, как эти мудрецы, состаривающиеся над книгами. Это радость всем людям, и молодым, и старым, и богатым, и бедным, и умным, и простым. Дай Бог, чтобы вы это почувствовали. С Рождеством Христовым! До свидания. С Рождеством Христовым!